Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино. Начинается с такой черной тучи, как сегодня была, и с таким ветром, то кажется, что это навсегда, но тем не менее, солнышко заблестело, птички запели, и у нас настроение увеличилось, улучшилось. При этом хочу с вами обсудить тему любовь к животным, поскольку вчера обратилась одна женщина, которая написала длинную, длинную такое написала письмо, я не буду вам все его зачитывать, о том, что у нее есть собака, собака уже престарелая, и когда она заболевает, эта собака, или когда ее спрашивают, сколько лет этой собаке, у нее начинается истерика у этой женщины, я бы так сказал. Давайте я маленечко все-таки прочитаю. Батюшка, я пишу вам в нождежде, что вы сможете мне подсказать, как мне успокоиться, внутренне мою душевную боль, обращаясь к Господу, но пока что это чувство возвращается. У меня собака Такса, 11 лет, и я к ней привыкла как к ребенку, дочь уже взрослая, скоро выходит замуж, завела песика после долгих попыток забеременеть, больше 5 лет лечилась, и каждый день ждала появления малыша, и каждый месяц, узнав, что не беременная, моя жизнь останавливалась, я будто медленно умирала. Депрессия начиналась, потом появлялась надежда, и опять начала ждать, и в какой-то момент мы решили завести собаку, это на самом деле спасло меня тогда, так как вся переключилась на него, и давала ему всю любовь и заботу. Он живет с нами в доме, везде с нами, и спит с нами, как хвостик, везде за мной. Вот уже 11 лет ему, стараясь не думать о возрасте расставаний, но бывают моменты, когда люди спрашивают, а сколько ему лет? А ему, он уже старенький, и так далее. Когда он прибаливает, так это вообще не передавать словами, что со мной происходит. Как представлю, что его не будет, сразу слезы, и кажется, я этого не вынесу. Что же мне делать? Батюшка, подскажите, может читать молитву какую вот. Даже сейчас пишу, и слезы сами падают из глаз. Батюшка, это грех так внутренне страдать и плакать. Если да, то как же мне тогда стать равнодушной? Но ведь когда мать по ребенку больному страдает, внутренне разве это грех? Батюшка, если хотите, я могу по телефону позвонить. Ну, по телефону мне не надо звонить, дорогие, потому что для этого надо знать время, которое я не занят, а я занят почти 24 часа в сутки, потому что либо готовлюсь к беседе, либо беседы, либо работаю. У нас теперь огород и все остальные. Мы же в доме живем. Те, кто в своем доме живут, знают, что такое время. Поэтому звонить не надо. Пишите, если что. Я начал разговор достаточно резко, грубо говоря. Не знаю, что сказать. Такая привязанность к животному ненормальна. Усыпи, пока не мучается, а то потом еще хуже будешь унывать. Уныние – смертный грех. Она, конечно, удивилась. Зачем я буду усыплять здорового пса? Он здоров, периодически бывает поболеет и вылечивается. То есть мы что увидели с вами? Что не так уж больна собака, чтобы вот так унывать, и чтобы слезы катились у тебя только от того, что ты что-то пишешь. Почему я предложил усыпить? У меня просто в жизни была на моих глазах история, когда очень любящие собаку люди не стали ее усыплять, когда она очень стала старенькая и стала заболевать. И она доболелась до того, что у нее слезла вся шерсть практически, у нее струпья, у нее рак. В общем, огромное количество лекарств, всяких мазей ничего не помогли, потому что старенькой уже была собака. И я им тоже сказал, что усыпите, зачем вы собаку мучаете. Они несколько лет, по-моему, года три, вот пока до всего этого не дошло, все-таки пытались ее еще вылечить. А как ты старую собаку вылечишь и что-то сделать? А потом сами мне сказали, что надо же, ну, ты был прав. Надо было усыпить и не мучить собаку. Вот они взяли новую, такой же породы, прекрасной, и все у них вернулось, как будто та же самая собака вернулась. Поэтому я достаточно легко отношусь к тому, что действительно кошку, собаку, чтобы не мучилась она, можно усыпить. Поскольку, еще раз повторяю, там ролик есть у нас, душа животного не страдает самостоятельно. Животное на самом деле только болью страдает. Вот то, что у нее чешется и все остальное, это у нее вызывает страдание. Душа у нее не страдает, у него, у животного не страдает, потому что душа живет своей... В душе программа жизни. Вот эти так называемые инстинкты, это и есть программа жизни, которая в душе... Все. Мы с вами, имея эту программу, имеем свободу воли, и мы с вами можем проверять, по программе мы живем или нет, или сами что-то выдумали, и страдаем от этого. Собака нет, собака страдает от боли. Поэтому мучения у собаки можно прекращать, чтобы у самих не было душевной боли. Душевной боли. Я ей так и пишу, а зачем страдать о будущей смерти, когда о смерти дочери думаешь, тоже слезы катятся, не туда ты любовь тратишь. То есть еще нет смерти, собака, как мы видим, еще здоровая, только иногда побаливает, а она уже страдает, она уже впадает во что? В истерике впадает. То есть я не думаю, что это у нее заболевание истерика, а раньше это психическое заболевание считалось, истерия. Ну, теперь его не считают психическим, но тем не менее, значит, страдание все равно происходит. Вот как она пишет. Страдание наступает в основном, когда заболел, вот и я думаю. Наверное, это наступило, все и накрывает, потом все вроде подлечили, все хорошо, а еще пару дней вся в себя ухожу. Слезы текут сами собой. Батюшка Михаил, извините, что побеспокоила, увидела, что вы тоже любите животных, и подумала, вы поймете меня и что-то подскажете, но вижу, что нет. То есть не люблю я животных, не подсказал. Ей не понравилось, что я не стал то говорить, что ей нужно. Я учу вас жить, как нужно по-христиански жить, а не так, как вам нравится. Буду молиться Богу, соборований, может, пройду. Все, что невозможно человеку, возможно Богу. Всего вам доброго, написала она. Мне действительно невозможно освободить ее от собаки. Но еще раз повторяю, здесь не духовные заболевания, это заболевания физические. Дальше мы с ней это обсудили. Я ей написал, щитовидку проверь, истеричность ненормальная, много ближним видим и проблем от тебя. Я люблю животных, но впадать в уныние от этого смертный грех. По-женски, отвечает она, по-женски с гормонами не очень. То хорошо, норма, через месяц-два отклонение от нормы. Говорят, пить гормональные таблетки. Я думал, через молитву это решить. Молитва – это душевное обращение к Богу. Не тело к нему обращается, а душа. Даже если вы умом обращаетесь, это уже не совсем правильно. Все святые учат, сердцем обращайтесь. То есть частью души обращайтесь к Богу. И молитва наша – это обращение для лечения души. Души. А здесь она сама пишет, что у неё гормональные нарушения. И вот эти истерики, вот эти все накаты, и все эти, они происходят от телесных проблем, они душевны в данном случае. Я не вижу, что она о каком-то грехе говорит, кроме страдания за собаку. Само страдание – это ещё не грех, грубо говоря. Но вот как ты страдаешь – вот это грех. Мы дальше об этом поговорим. И вот что она пишет. Да, батюшка, вы правы, я в жизни очень много дров наломала. Господь дал мне увидеть всю свою греховность. Каюсь каждый день. И вот, казалось, жить с Богом началась, и вот, бывает, накрывает такие состояния. «Крепко бес за меня держится, не хочет отпускать», пишет она. Эти состояния наступают от греха, когда ты осознаёшь этот грех. Когда осознаёшь. Вот когда ты реально осознаёшь, в чём твой грех, и начинаешь, грубо говоря, пытаться в нём покаяться, вот бес и даёт излишнее, как говорится, напоминание этому греху, и заставляет тебя унывать, и ты впадаешь в другой грех. Если был, например, смертный грех блуда, то вспоминание о том, что ты делаешь после этого блуда, там, детей убиваешь, ещё что-то, значит, вот переходишь в другой смертный грех, уныние за то, что этот грех был. Вот как бес действует. Здесь в данном случае нет, не высказана причина, откуда идёт уныние. Поэтому я предполагаю, да она и утвердила, что это уныние от тела, это уныние чисто тело, телесное. Как это происходит? Нет серотонина, мало мелатонина, который превращается в серотонин. Неправильно действуют гормоны. Гормоны дают перерождение организму. Ну, если хорошенечко разберётесь, можете просто почитать учёных, где количество тестостерона и эндорфинов должно быть достаточно регулируемое, то есть, правильное у мужчины и у женщины, это разное количество. И как только это количество, ну вот в частности тестостерона, например, увеличивается у женщины, так она становится агрессивная, для других неприемлемая и всё остальное. И я уже неоднократно говорил, ролик там об этом есть, предлагал ольху потреблять в этот период, чтобы с... А я неправильно назвал, да, эндорфины. Конечно, не эндорфины. Так вот, есть ещё и определённый период у женщины, когда она перестаёт быть матерью, у неё наступает менопауза, так вы знаете, или климос, как уж вы хотите, так и назовите, когда она становится мужчиной, у неё повышается тестостерон, у неё повышается агрессивность, у неё повышается мужественность, у некоторых женщин там усики вырастают, покров волосяной больше становится, ну и самое главное, перестают её принимать как женщину, а потому что она вести начинает себя как мужчина. И эта же менопауза, вы можете опять же сами прочитать, даёт вот такие накаты. Причина, которую под этот накат можно подвести, может быть любая, любая. Вы меня не понимаете, и слёзы. У меня болеет собачка, и слёзы. И погода стала плохая, и слёзы. И подруга-то у меня оказалась дура, и слёзы. и так далее. Причина это не высказанные причины, или найденные для понимания причины. Чаще всего это обман. Если хотите, обман лукавого, что ты правильно страдаешь, ты правильно слёзы льёшь. Но в данном случае за собачку слёзы льёшь. Это правильно. Батюшка тут глупости говорит. За собачку можно слёзы лить, а он что-то животных не любит. Я животных люблю. Я их даже не ем, если уж хотите сказать. Если вы любите животных, то почему вы курочек кушаете, коровок потребляете, поросяток жарите. Зачем вы это делаете? Вот если вы любите их, то давайте как мы сама-то она интересна. кушает мясо животных или только собачек не ест. Так вот, о чём я? О том, что мы с вами все имеем определённые возрастные изменения, в том числе гормональные, эти изменения могут сказываться и на мужчинах тоже. У мужчин тоже самое, у них тоже может наступать после пяти десяти лет, пятидесяти пяти лет менопауза, и у них снижается тестостерон, у них растёт брюшко, иногда грудь начинает отрастать, они становятся толстыми и немужественными, жена на них нападает, а ты раньше я выходила замуж, она думала, что он всю жизнь будет атлетом, спортсменом, значит, воином, и будет копать огород сотками, как ей казалось, а он тоже имеет вот природу установлен, что это после того, как женщина станет в доме мужчиной, она в менопаузе получит больше тестостерона, мужчине можно отдохнуть, он выжил, он как воин не погиб, его можно и на диванчик, я об этом вам говорил, и у него меняется, меняется у него гормональная система, ей вот видите, предлагают пить гормоны, я понимаю, что женские ей предлагают попить гормоны, ему предложат попить гормоны мужские, то есть, то, что тестостерон поднимает, я вам опять скажу, что это не обязательно гормональные вещества, которые это, это может быть пища правильная, растения, правильное поведение, психология правильная, то есть, у меня вот дочь этим занимается и никогда не предлагает попить гормоны из аптеки, можно решить другими способами, я ей пишу на молитвах, молитва душу лечит, а тело природе принадлежит, природными средствами и содержится, или ты, а, это она держится за меня, сатана, я ей пишу, или ты за него, он же помогает быть хозяйкой и всех и вся любовь к животным лишь почти нижняя ступень любви к Богу, вот здесь это не моя теория, я еще раз вам повторяю, вот там есть ролик, куда уходит душа животных, в этом я ссылаюсь на луку воина Ясенецкого святаго, где он вот эту ступень любви к Богу рассказывает, в том числе ставит любовь к животному на низшую ступень растений, животных, но на самом деле это лествица, она и начиная с Иоанна Лествичника, и у Исаака Сирианина, и у Феофана Затворника в Аскетике, в кратком очерке Аскетике, я вам все время, ну и мы с вами читали ее, читали ее, эту лествицу любви, так вот я еще раз вам повторяю, любовь к животным это одна из низших ступеней любви, божественной, потому что дальше идут любовь к окружающим людям, любовь к ближним своим, любовь к Богу, вот это все вот такое возрастание, но лучше всего, кстати, этих возрастаний достаточно много было, ступеней, но святые в нашей жизни, в исторической жизни, в библейской, по-разному эти ступени количество называли, ну, Амос, например, пророк говорил, что взыщи Бога и будешь жить на земле, вот и вся любовь, но у нас есть девять заповедей Христова, которые рассказывают, как любовь развивается и высшие степени своего состояния, правильного состояния в христианстве, радость и веселье, некоторые вот, надо плакать, вот, настоящее православие, христианство, ничего подобного, радостные и веселые, пролить слезы можно, я поняла вас, пишет она, решать вопросы таблетками, возможно, это состояние из-за гормонального сбоя, спасибо, я просто думала, что у меня душа болит, а не тело, как она пишет, я ей пишу, лучше не таблетками, но эта дочь у нас врач, это знает, как обратиться, ну и так далее, вот, сослаться на то, что душа болит, честно говоря, проще всего, но у души есть оболочка, и 90% проблем, которые мы с вами испытываем, от этой оболочки, от тела, 90%, если бы вы жили чисто душой, то вам бы вообще эти проблемы не касались, почему на Афоне любят болезни, почему говорят о том, что человек должен немножко прибаливать, поскольку если он совершенно здоров, он забывает о своей душе, а потому, что они как раз душой живут, душой, и проблемы тела для них, они все воспитательные, болезнь, хорошо, я понял, я сейчас разберусь, для чего, ага, вот накатывает на меня в данном случае, надо понять, а почему это на меня накатывает, и думать, что накатывает, потому что душе плохо, это последнее дело, потому что 90% продлем от тела, поэтому сначала подумайте, а что в теле не так, что вы едите не так, чем вы ум забили, не так, потому что душа не знаниями наполнена, она наполнена эмоциями, которые от этих знаний, в душе нет, там есть слово, как эмоция, поэтому сваливать сразу на душу и бежать свои проблемы телесные решать в церкви, а это вообще по статистике тоже, что больше 90% прихожан, потому что они пришли с телом что-то решить или с жизненными своими обстоятельствами, при этом сначала ко всем колдуньям сходили, а потом уже в церковь пришли, и пришли не для того, чтобы душу воспитать и вылечить, а пришли для того, чтобы какие-то свои телесные и житейские проблемы, решить. в конечном итоге она пишет «Благодарю вас, вы помогли мне увидеть, где моя гордыня скрыта и так далее». Хорошо, в конечном итоге она, на мой взгляд, поняла, но я-то все это рассказываю еще и потому, что в этом во всем есть еще одна интересная причина, которую, на мой взгляд, нужно понимать. И это причина переноса любви с одного объекта на другой. Тоже на эту тему мы с вами разговаривали, но в данном случае что произошло? Смотрите, несколько раз пыталась забеременеть, ничего не получалось, очень хотелось ребенка. И в конечном итоге купили собачку, и она как ребенка ее полюбила. То есть на самом деле эта любовь не к собачке развелась, а к ребенку нерожденному в виде этой собачки родилась. И она естественно противо естественно по отношению к собачке. Она больше, чем грубо говоря собачке полагается. Ведь собачка, я извиняюсь, нам, Богом, дана как служебная для нас помощь. то есть охранять, участвовать в охоте, значит, ну и сколько еще функций можно собачки набрать, те, кто держит собачек, знают. Домашняя собачка, ведь это изобретение достаточно позднее, ему может быть два века, может быть чуть меньше. И то не везде одинаково это развивается. То, как у нас развивается иногда в России, я бы так сказал, это сверх иногда, я видел собашников, которые предпочитают, да и вот там этот ролик, куда уходит душа животных, показывает, как некоторые собашники предпочитают собак людям, говорят, что все люди нехорошее слово, а собаки все святые, животные все святые, как меня все уверяют, святой не может быть животным, и животное не может быть святым, оно входит еще раз повторяю, в состав святости человека, если человек его включил в состав своей жизни, и в этой жизни это животное поиграло роль продвижения к святости, или осуществления святости, то вполне это допустимо, причем у нас иногда мифология бывает такая, которая показывает, как животные в этом участвуют, но мы с вами можем видеть, например, как медведь ходил к Сергию Родонежскому, честно говоря, нет никаких этому свидетельств вообще, то есть это миф, грубо говоря, поскольку сам Сергий таких воспоминаний не оставлял, написанные через сто лет после его упокоения истории, она поначалу не включала медведя, а потом появился медведь, но мы с вами знаем другой случай, когда появился медведь, которого тоже кормил, который ходил к нему, это батюшка Серафим Саровский, и я вам скажу, здесь-то уже документально доказано, поскольку писали монахи, которые с ним жили, что не было никакого медведя, не было никакого медведя, и стояние на камне такого, которое описывается, тоже как бы не было, это было стояние в келье, и действительно батюшка Серафим стоял сутками, и даже ножки у него от этого болели, но вот эта мифология, которая включает в том числе животные в состав святости, не говорит, что медведь этот святой был, она говорит, что батюшка Серафим был святой, как и все остальные, которым эти животные, поэтому давайте вы не заполняйте рай тем, чем вам кажется, что все животные святые, я тогда спрашиваю, курочки, которых вы едите, а коровки, которых вы убиваете для еды, а свиньи, почему все не святые, потому что в них бесы в христианстве вошли, вошли в тех, так те уже утонули с бесами, а остальные поросята, почему, потому что и не могут быть никакими святыми, хотя мы с вами в Индии знаем, что коровки там святые, хотя уже и там появились рестораны, где коровок тоже спокойно едят, и чем я хочу закончить, что вот этот перенос любви, он является вашей тратой любви на пустое дело, на пустое занятие, то есть вот такая трата любви, она не приведет вас в Царствие Небесное, потому что у Господа нет такой любви, где исключен человек из нее, а есть животные, которые приводят вас в Царствие Небесное, да, там есть заповедь, что возлюби врага, семью врага, имущество врага, животных, врага, возлюби, не надо убивать ни самого врага, ни разорять его хозяйство, не убивать животных, животных, тем более не виноват, но это не значит, что написано возлюби животных своего врага, с врагом делай, что хочешь, и ты будешь святой, нет такой заповеди, нет, поэтому все заповеди заключаются в отношениях с людьми и с Богом, и с собой лично, поэтому любя себя, тоже ты любишь Бога, если понимаешь, что ты Богом рожден, и ты сын или дочь Божья, а не животного слуга, животные очень хорошие манипуляторы, стать быстренько слугой и значит заставить тебя жить, как животному хочется, животное запросто может, у него для этого у кошек есть крик подобный крик у ребенка, уже частоты ученые установили те же самые, что у ребенка, у младенца орет, дай, дай еды, вот, ну и все остальное, нет, некоторые говорят, что по какой-то любви животные могут себя вести так, как они себя ведут, а ученые говорят, что они ведут себя в рамках обучения, в рамках инстинкта, то есть они научаются быть такими, они научаются тебе смотреть в глаза, они научаются тебя лизнуть, где нужно, голову положить, это есть у меня у друзей собака, которые они стараются держать в правилах, кормить когда нужно, я приезжаю, она она так смотрит, так кладет голову, что я время от времени что-нибудь доею суду, меня не ругают, что не надо такого делать, а собака вот научилась у меня так клянчить, и куда ты денешься, так что друзья мои, главное любить ближних своих, главное переживать о них, не так, чтобы ты был предметом их переживания, вот в чем главная эта проблема, то есть мы не должны быть обузой для окружающих, кстати, это часто входит в состав манипуляции, что у меня плохо с собачкой, поэтому я не буду вас любить, у меня вот еще то, еще сё, такие бывают родители в старости занудливые, что детям много сил, много святости нужно, чтобы их вытерпеть, потому что они всю жизнь любили не детей, а собачек, огородики, значит, работы свои, наряды, подружек и так далее, вот так, так что любите ближних своих, вот это правильная любовь, и эта любовь относит вас к любви к Господу, поскольку увидите, что любить ближних своих без любви к Богу невозможно, так как Он помогает вашим ближним, когда они на расстоянии, а без любви к Нему, как Он будет вам помогать? Никак, так что здоровья вам всем, мои хорошие, радости, Аминь. Аминь.